26 марта 2009 года, четверг. Итак, мы остановились на том, что мы должны обращаться ко всем всевозможным источникам для того, чтобы познать, что имел конкретно в виду оригинал Писания. Потому что мы можем обращаться к другим переводам, но опять-таки это будут переводы. И не всегда они, даже многие из них, могут отображать именно то, что хотел сказать автор послания или Евангелия. Поэтому лучше всегда обращаться именно к оригиналу, благодаря чему мы можем по номерам Стронга найти конкретно интересующее нас слово и сразу увидеть, что это. Существительное это или глагол, прилагательное это или наречие, предлог это или это частица. По номерам Стронга мы все будем знать, есть ли это слово или нет этого слова в оригинале текста. Если его нету, а оно написано в оригинале текста некурсивом, то возникает вопрос, а откуда вы взяли его, если его в оригинале текста нет? Я говорю об этом, почему? Потому что вот если вы будете исследовать Священное Писание, то вы во всех четырех Евангелиях не найдете слово «вино» во время хребопреломления. В Евангелии от Марка оно там написано некурсивом даже, а в оригинале его нету вообще слова «вино». Там везде написано «от плода виноградной лозы». А что значит «от плода виноградной лозы»? Что сразу там броженое вино выходит от виноградной лозы? Нет, конечно. Это особый вопрос. Я верю, что придет время, будет точно такая же большая статья, моя статья, напишу. Статью, основанную на Священном Писании, относительно вина в Новом Завете. Потому что в ино в Новом Завете оно отображалось в оригинале текста, как в еврейском, так и в Новом Завете разными словами. Абсолютно разными словами. Это очень большая, огромнейшая тема, которую даже вообще сейчас затрагивать нецелесообразно. Почему? Потому что мы должны, я говорю, быть очень внимательны к тому, когда начинаем смотреть, исследовать и проверять, а что в оригинале. Видят, служитель пастыряют в Новом Завете, в Евангелии от Марка слово «вино» даже не курсиво. Он верит тому, что оно там есть в оригинале. Какой подлох, я бы сказал, так юридическим языком? А его там нету, этого слова в оригинале текста. Там говорится только лишь о плода виноградной лозы, когда он взял чашу. Я говорю не для того, чтобы угодить кому-то, а говорю то, что написано автором в его книге. Понимаете? И мне абсолютно всё равно, какую мне будут оценку давать люди, нравится им или не нравится. Я говорю не своё послание. Я говорю не о своём переводе. Я говорю, что написано в Священном Писании. Скобки – это тоже слово, которое в одних текстах, оно имеется в греческих текстах, а в других текстах не имеется. В одних манускриптах оно имеется, а в других манускриптах оно не имеется. Но на скобки – это такое дело. Мы понимаем, что это такое, когда люди объясняют. Но когда речь идёт о курсиве, то иногда курсив, иногда может вести вас даже в заблуждение. Есть одно местописание в послании к римлянам, где говорится о том, что что нам не надо мстить за себя. В отношении гнева. Что нужно претерпевать, даже если кто-то по отношению к вам имеет гнев. Мы обратимся к этому месту. Там добавлено курсивом слово «гнева Божьего». Там не о Божьем гневе идёт речь совершенно. Там речь не о Божьем гневе, потому что там сказано «Моё отмщение я воздам». Когда мы позволяем кому-то высвободить свой гнев на вас и не отвечать ему гневом на гнев или оскорблением на оскорбление, то Бог говорит «Не воздавайте кому-то злом за зло или гневом на гнев». Он говорит «Моё отмщение я воздам». Там много параллельных мест. Какая? Девятый стих. Восемнадцатый, девятый, девятнадцатый. Какая? Какая глава? Девятнадцатая глава, санкорблением. Девятнадцатый стих. «Местите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу». Ибо написано «Моё отмщение я воздам», — говорит Господь. «Не мстите за себя, но дайте место гневу». Да, кто-то гневается, кто-то на вас кто-то поносит вас, кто-то на вас клевещет, кто-то на вас позорит вас. Как я обращал ваше внимание, Юра, во время перерыва, в Нагорной пропе, в 5 главе Евангелия от Матфея, там прошедшая форма глагола, кто говорит, «Если кто позорит вас или что-либо ещё сделает, не то, что будущее время». То есть, когда мы принимаем это поношение, принимаем, потому что кто-то гневается, он говорит, «Не мстите за себя, моё отмщение я воздам». Вот тогда вступается, Бог за вас вступается. Сами не делайте это. Своими возможностями, силами физическими. Получается, что дайте место гневу, Божье и курсив, значит, Божье слово курсив, значит, просто отбрасно настаётся, но дайте место гневу. Точка. Точка. Как люди понимают, что это их же гнев и гнев. Поэтому Божье здесь было добавлено, чтобы уточнить действительно, чему гнев вместо. Здесь речь идёт не о гневе Божьем, а о гневе. Дайте место гневу человеческому, когда кто-то гневается на вас. И вот тогда Бог вступается за вас, Он говорит, «Моё отмщение». Дело всё в том, что это уже речь идёт о толковании Писания. Но когда мы привносим курсивом такие подобные слова, то это мы вносим как бы своё толкование в то, что писал автор. А это неправильно. Ты вносишь как бы своё толкование, своё предположение, своё мнение. Ты так понимаешь Писание, а кто-то понимает по-другому. А мы должны читать так написано и получать откровение от слова Рэма, что имел в виду автор. Мы у неё спрашиваем, он говорит, «Читай в общем контексте тогда, что говорилось до этого, потом идёт речь о чём». Может быть, она написана «Не дайте гневу человеческому, а так получается». А как там в оригинале? Там без этого Слова Божьего. Итак, мы говорили о том, что нам нужно по возможности иметь словари, как минимум. Греческо-русский словарь. Это минимум. Он может быть краткий и может быть более объёмный. Словарь Вейсмана продаётся. Хороший очень словарь. Объёмный словарь. Или краткий греческо-русский словарь Нового Завета. Самый лучший, если будете проводить исследования по Священному Писанию, по Новому Завету, это, конечно же, иметь российский подсрочник Нового Завета, греческо-русский. Если такого нету, то ищите программы. Очень много всевозможных сейчас программ. Программа Bible Code или цитата из Библии. В ней есть все виды перевода и все виды также программ, связанные с исследованием греческого Нового Завета. На греческом. Есть другие программы. Славянская Библия. Там тоже есть все виды программ. Каждая из этой программы, она проста в пользовании. Очень проста. Достаточно обратиться к любому брату, он вам подскажет, вот что здесь, что здесь, куда заходить, какой клавишей мышки щелкать, и вам будет все понятно. Но элементарно простая программа. Не думайте, что компьютер это большие сложности, это там его пока освоить. Нет, это не так. Уделите определенное время внимания, пару дней, и уже будете свободно пользоваться любой программой. Компьютерная связана, с исследованием Библии. Помните, что слова стронга, номера стронга являются очень важными для того, чтобы отыскать нужное слово. Каждое слово пронумеровано. Обращаем внимание, опять-таки, на часть речи. Глагол или существительное. И потом смотрим переводы этого слова. Обращаем внимание, очень при сложных стихах, какой залог у этого глагола. потому что может быть страдательный залог в настоящее время, пассивной формы, активной формы. Все это оригинал говорит. И тогда нам становится яснее, что именно происходит. Потому что есть некоторые формы, греческие глаголы, которые определяют время, как прошедшее, настоящее и будущее, одновременно. Я покажу вам пример. Это сложно к нашему пониманию. В то же время это имеет место. Кроме того, что если у вас будут все компьютерные программы, которые вы сможете достать для пользования, хорошо было бы, если бы у вас было еще несколько других переводов. Хороший перевод – это Агиенко. Очень хороший перевод. Кулеша, Пулья, Ловицкого, ночью Ловицкого. И есть вышла уже как два года тому назад она вышла Библия, украинская Библия с комментариями. Это единственная пока на Украине Библия на украинском языке с комментариями. Это перевод Пантелемона Кулеша, но они его отредактировали и сделали его на сегодняшний вред несовременным. Они просто перевели его в ту редакцию, литературную редакцию, которая у нас существует на сегодняшний день. То есть вы свободно сможете читать на украинском языке этот перевод. Они его отредактировали, они не делали новый перевод. Правда, редактируя, они кое-какие внесли туда неточности. Да, оригинал, их оригинал, их перевод самого Кулеша говорит иногда там слово «он» с большой, вернее, с маленькой, то имея в виду начальника-слугу. Там есть послание, по-моему, кремлина. А они берут и пишут с большой. Переводчики это писали, это имело в виду начальника, с маленькой «он». А они написали с большой, имея в виду, что это Иисус, «он». И это добавили неточность. Это в их понимании, что это должен быть Иисус. А в понимании тех переводчиков там был не Иисус, там был именно на нас в виду начальник. Но тем не менее, они сделали огромнейших, очень хорошую работу, заслуживающую внимание и иметь такую Библию, это было бы большое для вас благословение. Из всех комментариев, существующих на сегодня это один из лучших комментариев к Библии всей. Не только к Новому Завету, а к всей Библии. Правда, на украинском языке. Сложно будет читать, но вам всё равно, вы сможете всё понимать прекрасно. Это не английский, не немецкий, и не какой-то другой язык. Сможете понимать. Потом, кроме перевода Агиенко, Кулеша, было бы хорошо иметь на русском языке для прочтения перевод Библии называется «Полноценная жизнь». Новый Завет они сделали очень хорошо. Ветхий Завет немножко оставляет желать лучшего, но Новый Завет у них очень хороший. И к этой Библии полноценная жизнь особенно к Новому Завету он называется «Библия для нашей жизни». Новый Завет. Синий такой, большого формата. На тонкой бумаге, папирусной. Там очень много комментариев. Половина всего Нового Завета и этого издания это комментарии к Новому Завету. Там свободный, там идиоматический перевод, там смысловой перевод. Там не такой перевод, как мы имеем в синодальном переводе от слова в слово. Буквально, если этого нет в оригинале, там сразу курсивом. Нет, я вам говорил, что иногда даже в греческом языке в оригинале там три слова, они переводят ее двенадцатью словами. Да, сложно переводить, но тем не менее у них хороший идиоматический перевод. Очень высокую оценку даю этому переводу, поскольку комментарии на сегодняшний день из Нового Завета на русском языке. в этом в этом издании я бы сказал бы это самые лучшие комментарии к Новому Завету на русском языке. Это в этой полноценная жизнь. Библия для нашей жизни синяя такая, большая. Еще раз почерпну, самые лучшие комментарии, которые есть на сегодня. Для всей Библии это украинская Библия, хорошие комментарии также есть Женевская Библия, неплохие комментарии, но там просто синодальный перевод. Вы должны знать. Женевская Библия, там вся Библия и Новый Ветхий Завет это синодальный перевод. Хорошо, конечно, заглядывать сюда. Тоже это дематический перевод, двойной, правда, перевод, перевод Дэвида Стерна. Еврейский Новый Завет. Стоит его заглядывать в него, читать его, стоит. Но он трудночитаемый. Почему? Потому что здесь перегрузили этот Новый Завет, как мне сказали, вот этими всеми еврейскими именами. Даже ученики, талмудиты, понимаете, все это очень сложно воспринимать, когда люди читают, и тем более первый раз. Да, хорошо, конечно, там, когда Дух Святой это на еврейском языке, когда все имена на еврейском языке, понятно, там, Марьям, там, Ешот, да, это здорово, но когда там излишние некоторые слова, не надо было бы их трогать, но это их мнение такое. Он имеет конкретную цель еврейской аудитории. Да, всякий перевод имеет определенную цель, для кого-то он делался, для какой-то конкретной аудитории. И поэтому я все равно считаю, что вам нужно было бы обращать внимание, пользоваться этим переводом еврейский Новый Завет. Особенно, когда есть разночтение в переводах. И сложность в понимании, что имелось в виду. Обращайтесь к еврейским и сказать, в адек. Вот теперь мне понятно. Там свободный перевод, и тематический перевод. Хорошо, если обращаетесь к Ветхому Завету, то смотрите все переводы еврейские. Есть в Астанах, есть Тора, все виды переводов Торы, разные есть переводы разных авторов, переводчиков. Хороший на английском языке перевод. На английском языке, если кто знает английский язык, слава Богу, сестра знает, владеет. Очень хороший перевод, Нью Ким Джеймс Рожжин, Spirit Filled Life Bible. Не только перевод, это Короля Якова, новая версия перевода, уточненный, но там отличнейшие комментарии. Комментарии из всех английских библий, которые существуют в американских библиях. Эти комментарии самые лучшие, номер один, я бы сказал. это Spirit Filled Life Bible. Spirit Filled это духом наполненная Библия, жизнью, духом наполненная жизнью Библия. Многие студенты пользуются ею и пользуются многие проповедники этой Библии. Она очень популярна и большими тиражами издается, и очень авторитетный перевод, и сама Библия в это издание, Spirit Filled Life Bible, очень авторитетная. Хороший перевод также на английском языке пользуется это NIV New International Version тоже популярностью большой пользуется среди во многих странах мира. Даже во многих странах мира. Есть хорошая Библия недавно, вышла не так давно, ею пользуется и в Южноафриканской республике, и в Англии, и в Америке, везде, она называется Message, то есть послание, синяя. Я ее имею, мне подарили на день рождения, когда я был в Южноафриканской республике, это было два года тому назад, Дэниел Нелл, пастор, он 55 лет был пастором, потом директором Библейского института, он знал, что у меня день рождения, в этот день, он говорит, Валерий, выбирай, любой выбирай, я хочу тебе подарить. И он говорит, вот это я пользуюсь, это очень хороший перевод. Ну где? В книжных служениях, конечно же. Если кто едет за границу, из ваших друзей, знакомых, попросите, вам привезут. Да, ваше вложение, когда вы что-то приобретаете, подобно World Study Bible, она очень толстая, большая, объемная. Я покупал ее в 93-м году. У меня была стипендия 19 долларов, а она стоила 25 долларов. Для меня это были большие деньги. Стипендия 19, а хочется очень купить. Но тем не менее, Бог благословляет, усматривает твое желание, желание твоего сердца. Поэтому одна из самых ценных моих приобретений там, среди них, которые они просто мне благословили, я сам приобрел, купил. Это вот это World Study Bible Спироса Зодиатеса, где, как я и говорил, раскрыто каждое слово, и по каждому слову он дает объяснение, что в этом стихе это слово нужно переводить именно так и почему. И он дает перевод или не дает перевод, и указывает также, что это слово использовано в каких-то других стихах всего Нового Завета и даже Ветхого Завета в Септуагинте. Понимаете? И причем там полнота, там одно приложение, словарь к Новому Завету больше, чем даже сам перевод и комментарий. причем дополнительно дается карточка такая, вкладыш, где указаны все формы всех видов залогов, глаголов, существительных, какая форма по каждому слову, сокращение, это поскольку кроме номера стронга, там кроме номера стронга, указано в сокращении буквами, условное сокращение, четыре буквы, пять букв, иногда больше, иногда меньше, указано по этому сокращению, можно увидеть всю характеристику этого слова. Есть маленький учебник греческого языка, есть большой, есть маленький, тоненький учебник греческого языка на русском языке. Издание это нашего Киевского госуниверситета, по-моему. Это достаточно хороший, простой, элементарный учебник для приобретения знаний, необходимый для того, чтобы вы свободно могли не только изучать греческий язык, а именно пользоваться этим учебником, который будет помогать вам не только в прочтении, а в грамматике, в переводе, в понимании смыслового значения слов греческого нового завета, текста. Хорошо иметь, конечно, симфонию, хорошо. Кто не может, конечно же, можно пользоваться симфонией и в электронном виде. По симфонии, конечно, вы будете ориентироваться очень быстро и всегда будете находить любое слово в ном-завете. Если вам надо очень оперативно найти какое-либо слово, можете обратиться к симфонии и по одному ключевому слову сразу же найти даже это место писания. Все программы сейчас электронной версии Библии, все программы и Нового Завета имеют такую опцию, как по одному слову найти нужный стих. Он тебе сразу выдаст все стихи с этим словом вообще Священное Писание. Кроме того, кроме того, Хорошие переводы еще на украинском языке есть. Перевод Даркача. Это в Канаде он делался. Это она, сестра. Перевод на украинском языке есть неплохой Духонченко. Его так называют. На русском языке неплохой перевод есть архиепископа Кассиана. Его еще по-другому называют, перевод Безобразова. Это его фамилия. Серьезная работа была проделана Институтом переводов в Библии. Называется это Заокский институт переводов в Библии в России. И называется перевод под редакцией Кулакова. Это тоже свободный перевод, но достаточно точный по отношению к оригиналу, хотя и свободный. Они выделяют во всех местах. Если слова нет в оригинале, и указывают его курсивом. Они очень хорошую работу проделали. Это перевод на русском языке. Перевод Кулакова Нового Завета. Есть также электронная версия переводов Библии. Называется Bible Online. Электронный вариант программы такая есть. И Славянская Библия. Кроме Bible Code. Цитата из Библии. Ну, Славянская Библия это надо приобретать у Федосова в Донецке. Он занимается этим многие годы. Конечно, на этом CD-диске есть все виды. Переводовы, программы, Новых Заветов, Ветхого Завета, и Танах, там во всех видах. Там все есть Федосов. Или по-другому ее называют Славянка. Или Славянская Библия. На ней изображен значок, там изображена такая голубенькая Библия с крестом. Bible Code коричневая красная Библия с крестом. Ну, и, конечно же, вы вчера записали, я вам говорил, для правильного получения ответа на все вопросы. Это надо, конечно, отвечать самому себе на вопросы кто, что, когда, зачем, почему и где. Итак, мы говорили о том, что синодальный перевод дает это местописание преподносит нам. Евангелие от Матфея 11 глава 12 стих читаем, что одни и же она крестителя да ныне царство небесно усилием берется и применяющие силы восхищают его. это синодальный период усилием и применяющие усилия, да, употребляющие усилия, усилия, силу восхищают его. Силой берется и применяющие усилия восхищают его. да, параллельное место к этому к этому стиху указывается только одно единственное Лука 16,16 к сожалению одно единственное на самом деле при другом варианте перевода о чем говорит именно оригинал текста то у вас будет не одно параллельное место у вас будет столько много параллельных мест что вы поймете что действительно почему это местописание к пониманию очень сложно хорошо у нас перерыв да давайте сделаем перерыв